И сейчас коротко о главных событиях. Азербайджан поддержал инициативу о заморозке добычи нефти. Убыток Центробанка Швейцарии по итогам 2015 года стал самым большим в истории банка. В этом выпуске смотрите интервью с вице-президентом Ассоциации российских банков Эльманом Мехтиевым. А теперь подробности. Азербайджан поддержал инициативу о заморозке добычи нефти. Об этом заявил глава государственной нефтяной компании страны Равнак Абдулаев. По его словам, в Азербайджане объем добычи нефти в текущем году не будет превышать уровень 2015 года. Как уже сообщалось, в феврале Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла на встрече в Дохе договорились о заморозке добычи нефти на январском уровне. Поддержку такому решению высказали также Эквадор, Алжир, Нигерия, Аман, Кувейд, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Ирак. Как ожидается, в период с 20 марта по 1 апреля состоится встреча стран-членов ОПЕК и других стран-экспортеров, не входящих в состав картеля. Место встречи пока не определено. Однако в качестве возможных вариантов рассматриваются Вена, Доха или один из российских городов. В феврале текущего года безработица в США осталась на минимальном с февраля 2008 года уровне 4,9%, что совпало с прогнозами аналитиков. Как свидетельствуют данные Министерства труда страны, за февраль 2016 года в экономике США было создано 242 тысячи рабочих мест. Эксперты ожидали увеличения рабочих мест на 195 тысяч. При этом средняя почасовая оплата снизилась на 0,1% относительно предыдущего месяца до 25 долларов 35 центов, что стало первым снижением показателя с декабря 2014 года. Росту занятости в США также способствовал активный наем новых сотрудников в сфере здравоохранения, где показатель вырос на 57 400 человек. Центральный банк Азербайджана сообщил о повышении ставки рефинансирования с 5 до 7%. Регулятор повысил ставку для обеспечения устойчивой макроэкономической стабильности, стимулирования более широкого использования национальной валюты в качестве средств сбережения и развития финансовых рынков. Банк сообщил о продлении проведения операции покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи РИПО для управления краткосрочной ликвидностью сроком на 17 дней. Согласно данным Центробанка Азербайджана, золотовалютные резервы страны к концу 2015 года сократились в 2,8 раза из-за резкого снижения выручки от экспорта нефти, представляющей основной источник дохода Азербайджана. По состоянию на 29 февраля резервы страны сократились до 4 миллиардов долларов. Швейцарский национальный банк подтвердил предварительные данные о том, что по итогам 2015 года его чистый убыток составил 23,3 млрд франков. The Wall Street Journal пишет, что убыток за 2015 год стал самым большим за всю историю Центробанка страны, поскольку рост курса швейцарского франка после отказа от его привязки к евро привел к снижению стоимости актива в валютном портфеле ЦБ Швейцарии. Убытки по валютным вложениям составили 19,9 млрд франков. При этом стоимость золотого запаса страны снизилась более чем на 4 млрд франков. В прошлом году рост ВВП Швейцарии замедлился до 0,9%. Минимального значения с 2009 года. Основной бизнес компании Yahoo оценен инвесторами в минус 3 млрд долларов, пишет Forbes. По итогам торгов в прошедшую пятницу рыночная капитализация компании составила 32 млрд долларов. Согласно опубликованным данным, общая сумма активов Yahoo составляет 34 млрд 980 млн долларов. В том числе ей принадлежит 15% китайской компании Alibaba, общей стоимостью 26 млрд 500 млн долларов. Кроме того, Yahoo имеет 36% долю в японском подразделении на 8 млрд 500 млн долларов. Стоимость основного бизнеса Yahoo определена путем вычитания из общей суммы активов в 34 млрд 980 млн долларов, суммы рыночной капитализации в 32 млрд долларов. Эксперты отмечают, что россияне теряют интерес к консервативным видам финансовых вложений. Причины – кризис, девальвация рубля и снижение уровня процентных ставок по классическим банковским депозитам. Одновременно растет интерес к более активным видам частного инвестирования – от вложений в фондовый рынок до форекс-трейдинга. В частности, за минувший год россияне открыли более 100 тысяч инвестиционных счетов и вложили в них более 7 млрд рублей. Как меняются инвестиционные настроения, комментирует вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, который находится сейчас в нашей московской студии. Сейчас фактически ограничены возможности для инвестирования, а потом консервативные возможности для инвестирования для физических лиц. И это тоже сказывается. Что значит ограничены? Ставки по депозитам идут вниз и будут идти вниз по рублям, по долларам они уже никакие, по валюте точнее они уже никакие. Длинных депозитов с плавающей ставкой никто на рынок так и не вывел, а тот, кто их вывел, теперь думает, что им делать, в связи с тем, что понижающая тенденция идет. Поэтому консервативных вложений, да, и потом плюс еще на все это на рублевую часть же накладывается волатильность рубля. Соответственно, рублевых инструментов консервативных с нормальной доходностью и защищенностью почти нет. Я думаю, что этот фактор тоже сказывается и поэтому народ туда идет. Будет ли это расти, ну, мне кажется, что мы очень близки к той точке, когда без должной просветительской работы, без должной рекламы, без должной поддержки информационная тенденция не выстрелит. Спасибо большое, Эльман. Будем следить за динамикой интереса российских инвесторов к активным инструментам частных вложений.